Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Мальчик в тёплой курточке стоял на улице и взрослым взглядом смотрел в объектив фотоаппарата. «Мой будущий защитник Отечества», – подписал кадр известный исполнитель. Своим сыном похвастались и Полина Гагарина, которая в конце прошлого года официально освободилась от Дмитрия Исхакова. Она опубликовала снимок 13-летнего сына Андрея. Финалистка Евровидения 2015 родила его от первого мужа актёра Петра Кислова. «Школьник был снят на курорте. Главный защитник нашей семьи», – заверила наставник шоу «Голос». «Поздравляю всех мужчин нашей страны». Напомним, Ярослав Сумишевский с женой попали в аварию в конце января в Красноярском крае. Находившийся за рулём председатель Краевого союза десантников Александр Гуляков погиб. Супруга музыканта оказалась в больнице. Наталья пробыла неделю в коме. Врачи не смогли её спасти. Певец признался, после похорон для него мир рухнул. «Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда её сердце остановилось, меня осталось ровно половин... Меня осталось ровно половина. Очень тяжело, такой боль я ещё не испытывал. Не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них», – высказался певец. «Наташа всегда мотивировала нас быть сильными, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в Крокусе и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки страны. Кремль уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену для неё. Для вас», – добавил артист. Исполнитель смонтировал ролик из кадров семейного фотоальбома. Музыкант сопроводил его композиции «Я забываю». Это любимая песня погибшей супруги. Чтобы пережить утрату, Сумишевский с головой окунулся в работу. Артист не стал отменять концерты своего гастрольного тура. Вдовец намерен исполнить мечту супруги. Наталья была его концертным директором. Она хотела, чтобы муж выступил на самой престижной площадке Москвы. Ярослав пообещал сделать это ради её памяти.